Механицизм, существовавший в прошлом метод познания и миропонимания, рассматривающий мир как механизм, в более широком смысле механицизм есть метод сведения сложных явлений к их физическим причинам, противопоставлялся витализму исторический взгляд. Благодаря успехам физики в 16-18 векам возникло желание перенести физическое миропонимание на другие науки. В качестве единственного метода подлинной науки рассматривалась математика, понимаемая в основном механистически. Основателями механицизма могут считаться ученые и натурфилософы первой половины 17 века – Галилей, Галилео, Себастьян Басса, Исаак Бекман, Марен Мерсен, Пьер Гассензи, Томас Гобс, Рене Декарт. Последователям механицизма во второй половине 17 века были Христиан Гюлигенес, Роберт Гук, Роберт Бойль, Исаак Ньютон. Представителями механицизма в 18 веке были Лаплас, Пьер Симон, Ламетри, Жульена Фреде, Гольбах, Полиан Ри. Последователями механицизма в 19 веке являлись Селл, Бюхнер, Кафохт, Яма Лешот, Е. Дюринг. Критика Анри Бергсон иллюстрирует суть механицизма следующим высказыванием Гексли. Если правильно основное положение эволюции, что весь мир одушевленный и неодушевленный, представляет результат взаимодействия. По определенным законам сил, принадлежавших молекулам из которых состояла первоначальная мировая туманность, то столь же верно, что нынешний мир уже заключался потенциально в космическом газе. Так что достаточно обширный ум, зная особенности молекул этого газа, мог бы предсказать, например, состояние великобританской фауны в 1868 году. С такой же точностью, как мы предсказываем, что станется с паром дыхания в холодный зимний день. Критикуя механицизм, Бергсон отмечает, что тот полагает мир состоящим из неизменных частей, лишь перемещающихся в пространстве, и не признает биологическую форму развития. Бергсон указывает, что механицизм по сути отвергает историческое развитие. Продолжение следует...